Тим Эмпайрс, turn to pick. У нас Виртузов и было такое впечатление, что сама команда Виртуз Про не сможет совладать с Вегой, так как и не удалось изначально это сделать коллективу Эмпайр. Эмпайр пришлось упасть в нижнюю сетку и там уже по нижней сетке они одолели якорей и теперь будут встречаться с Вегас Квадрон. У нас по сути финал лузеров и битва за выход в гранд финал, в котором команде победителю данной пары придется сражаться против коллектива Виртуз Про. Что, пожелаем удачи обеим командам и приятная новость для всех болельщиков команды Эмпайр, это то, что в составе Йоку. Йоку у нас участвует в игре, Йоку справился со всеми проблемами, траблами, которые были и возвращается в состав, что безусловно не может не радовать. Со стороны команды Вегас Квадрон свои потери, у них отлетел Паша, Паша не будет в этом матче и вместо него будет ФН, который вчера, кстати, вместо Ноуана играл у нас. И благодаря ФН во многом команда Эмпайр не слетела у нас в сетку лузеров. Не очень приятное вообще вчера было зрелище для всех фанатов Эмпайр. Ну, справиться с этим в любом случае можно было. Эмпайр идет по нижней сетке, сейчас еще одна победа и, в принципе, в гранд финале можно уже будет побороться. Ну что, Вегас Квадрон, забрали себе Винтерн Виверн, забрали себе Шейкера, забрали себе Фантом Лансера. От команды Эмпайр, Шадоу Финд, Баунти Хантер и Спирит Брейкер отлетает в пик. Спирит Брейкер, я так понимаю, скорее всего для Йоку и отправится Спирит Брейкер в сложную. Баунти Хантер, как по мне, персонаж для Алоха Дэнса. Ну и Шадоу Финд, безусловно, Резолюшн, еще надо одного героя Сайленту и Флайу тоже необходим один герой. Команда Эмпайр в полном составе находится, что плюсом является 100%, потому что наигровки в основном идут на пятерых. Это как бы классика, это классика. Вчера был науфир и где-то не доигрывал, науфир где-то не удавалось. Давайте посмотрим, что у нас по героям вообще, популярные герои одной и второй команды. Как видите, у Эмпайр в топе, Квапа по пикам, также Рубик, также у нас Герокоптер, Венжи Фулл Спирит, Андайинг, Дазл, Дизраптор и Бейн. Максимальное количество побед на Герокоптере. Герокоптер для Сайлента пикался 27 раз, там 70 с лишним процент побед. Ну и от Вегас Кладрон тоже Квапа, тоже Герокоптер, но в остальном немножко другие лица тоже присутствуют. Дизраптор все там же есть, но вот вместо Бейна, в частности, Вич Доктор. Чаще всего залетал, Бестмастер и Клоквер вместе с Леоном. Четвертый пик от команды Вегас Квадрон и залетает Бейн. Бейн от Вегас Квадрон скорее всего для Соло, мне кажется, хотя в принципе может и для Семы. Отлететь данный герой, посмотрим уже как по пику разберутся. Винтерн Виверн в пике, Фантом Лансер в пике. Просто чумная вообще стратегия. И Эмбер Спирит залетает для команды Эмпайр. Эмбер Спирит в пике и теперь у меня небольшие вопросы. Но скорее всего Эмбер Спирит все-таки для Сайлента. Сэф отправится у нас на мидлейн, а Сайленту дали в руки просто чудовищную машину, которая требует максимальной концентрации и огромной вообще скорости фарма, чтобы игру к середине матча не проваливать. Где-то минуте к 30 можно было уже вменяемо файтиться. Ну что Эмбер Спирит? Эмбер Спирит за один фист может в принципе всю команду развалить. И такое тоже бывает. Эмбер Спирит непростой герой, естественно, для управления, но для профессиональных игроков это в основном не проблема. Ну и последний бан от команды Эмпайр. Шадоу Демон отлетает в баню от Вега Сквадрон и Империя должны забанить последнего героя. На данный момент Шторм Спирит уже в бане, в бане Бладсикер, Лешрак, Туск и отлетает Пак в баню Тим Эмпайр. Избавляются от мидера неприятного для себя, но здесь раскаст у команды Эмпайр достаточно неплохой. Эмбер Спирит плюс Шадоу Финт и всех поддержать на одном месте. И СФ должен раскастоваться, и все по чуть-чуть, понемножку должны, в общем-то, ну как-то действовать сообща. Действовать в одной какой-то зоне и не распыляться. Поэтому Пак очень неприятен в этом случае. Можно просто накрыть всех Дримкоилом, дать Сайленс и стойте, ребята, смотрите друг на друга. Лина для Вега Сквадрон. Мидер может быть и таким. Лина для Вега Сквадрон залетает, уже есть Бэйн, уже есть Шейкер, уже есть Винтерн Виверн. У меня небольшие вопросы по сложной линии, но скорее всего Шейкер отправится у нас в сложную. Вообще это обычно делает команда Эмпайр. Они отправляют Шейкер, отдают его в руки Йоку, иди Йоку фарми. Зарабатывая себе на даггер, на все необходимое, и отлетай спокойненько себе, влетай точнее спокойненько себе с Эхо Слэмами. Здесь Шейкер для команды Вега Сквадрон, и у меня есть подозрение, что это герой на сложную линию. Ну, пожалуй, что так. Команда Эмпайр, Дизраптор. Последним пиком Дизраптор все тот же, тоже, кстати, имеет очень крутой процент побед. Дизраптор, Эмбер Спирит, Спирит Брейкер, Баунти Хантер и Шадоу Финт для Тим Эмпайр. И от команды Вега Сквадрон, Винтерн Виверн, Шейкер, Фантом Лансер, Бэйн и Лина. Ну, по пику... Пес его знает, что по пику на самом деле, кто здесь сильнее, кто слабее. Тут во многом все зависит от реализации. Пейл требует фарма. Пейл требует вообще очень такого дотошного фарма, долгого, трудового просто фарма. И Эмбер Спирит точно так же очень зависим от тех артефактов, которые у него есть. Да, на ранних левелах он в порядке. Благодаря Флейнгварду прожигать может, соло выпиливать мидера какого-нибудь или того, кто будет на линии. Но где-то к середине игры к мидгейму появляются какие-нибудь, но все-таки провалы. Поэтому, естественно, Эмбер Спирит зависим от артефактов и зависим более чем. Это все к лейту. Ну, эта игра, я думаю, обещает затянуться до лейта. Потому что и одной команде, и второй команде этот лейт необходим. Они взяли таких героев, которые требуют долгого фарма, долгого и упорного. Поэтому придется затягивать, если команда хочет выиграть. С другой стороны и обратная, ну, в любом случае, обратная сторона данной ситуации. Можно, в общем-то, и не дать выфармить ни одному из керри. За счет нюков давайте смотреть, кто у нас поопаснее. Лина это, безусловно, опасно. Бэйн это, безусловно, опасно. Шейкер это, безусловно, опасно. Ранняя игра, мне кажется, от команды Вега пологичней смотрится. Эллигейм, благодаря раскастам, ну, больше мне видится у команды Вега. Эмпайр тут все-таки от левелов зависимо. Причем таких левелов хороших, уже после шестого. Алоха Дэнс, например, требует трек, безусловно. Спирит Брейкер тоже у нас. Незер Страйк, ну, маст хэв. Диз Раптор со статик штормом. Ну, все где-то к шестому. Здесь, например, Лина и без Лагуна Блейда, через два скила, через Драгон Слейф, через Лайт Страйкер и может развалить любого. Где-то левел пятый, и Лина уже станет у нас опасной. Станет ли СФ на пятом левеле очень опасным? Не уверен. Действительно не уверен. Ну что, Алоха Дэнс у нас уже отправляется на хэйграунд команды Вега в их лесу. То есть Сид видит Сему. Инфу, в принципе, какую-никакую давать должен команде. Ну и внизу Резолюшн. У нас уже поджидает руну. Алоха Дэнс рискнет нырять у нас за руны. Алоха Дэнс уже по Семе наваливает. Просветка пошла по Алоха Дэнс. Через Артик Бёрн у нас в интервиверной. Алоха Дэнс зажат в кустах. И под Т1 команды Вега с Квадрон. Алоха Дэнс у нас и остается. ФБ забирает его и ФН. И отдали Фантом Лансеру этот фраг. Очень неприятный ФН. Очень неприятный. Плохой ФН. ФН, который за Вегу просто поиздевался над командой Эмпайр в прошлом матче. В прошлом противостоянии. В полуфинале Пусетки Венеров. Ну и вот теперь ФН. ФН действительно потрясающая замена в составе команды Вега с Квадрон. Замена, которая не в минус, а в плюс пошла команде. И это безусловно. Отстоял. Не в обиду, конечно. Но Вану Мид Лейн против Эмпайр просто великолепно. Просто великолепно. Ну и сейчас он роль керри исполняет. Вместо Паша. Ну видно, что игрок универсальный. В принципе, мид и роль керри где-то близко. Надо фармить. Надо постоянно обращать внимание на крипов. На фарм свой, на левел. Не подставляться, не умирать. В общем-то нормальная стратегия. Ну очень похожая стратегия. Что Мид Лейн, что линия керри. Поэтому взаимозаменяемы, конечно. Данные две позиции. Ну и более-менее профессиональный игрок должен, я думаю, одинаково хорошо быть и там, и там. Естественно, без изысков. Без каких-то супер мувов, супер движений. Но по классике действовать можно. Ну и Ноуан. На лоу хп. 9 хп у него. Он просто заходит на хайграунд. И резолюшн теряет его из виду. А лоха дэнс не подсветил его. Когда подсветил, уже было поздно. Ну и в итоге у нас не забирают никого команда Эмпайр. Теряют возможность ответить быстрым фрагом. Счет пока что 1-0 в пользу команды Веги. Я думаю, вы помните, как алоха дэнс у нас слился. Ну и команда Вега мидера не потеряла. Ну и все, Лина уже здесь. У Лины достаточно хп. Она может продолжать стоять против резолюшна. Вообще, кстати, Лина мидлейн стоит против того же эсэфа распрекрасно. Эсэф у нас немного по хп имеет. Это его минус. У Лины недорогие раскасты в перерасчете на ее количество маны. У Лины маленький кулдаун. Она может настреливать постоянно. Правда, но Ван у нас 2 драгонслейва из 2 последних в никуда отправляет. И по резолюшну ни разу не попал. Очень странно. Очень странно. Ну давайте по линиям пробежимся. Посмотрим вообще, как у нас там расстановка по лайнам. Соло на Бэйне у нас саппортит ФН, на Фантом Лансере, на Топ Лэйне. И против них пока что терпит здесь Йоку. Причем Йоку еще ничего так. Линию держит прямо-таки под своим тавером. Линия практически не пушится. И где-то какой-никакой, но фарм получает. Правда, тут не так просто против даблы стоять у нас. С спирит брейкеру. Естественно, его Бэйн будет напрягать. Причем напрягает на он стоп и уже смещается сюда Сема Зе Слеер. Йоку сейчас глянем, есть ли инфа у Йоку. У Йоку вот сейчас появится инфа, что замаячил кто-то на карте. Сема Зе Слеер вне зоны Вижна. Все, Сема Зе Слеера увидели. Соло у нас с Найтмэром. Просто отправляют у нас поспать спирит брейкера. И Сема должен, в принципе, Йоку цеплять. Нет, Сема отходит отсюда. И разгон от Йоку на мидлейн. Или не на мидлейн. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Да никуда уже. Спирит брейкер у нас не бежит. Все, прибежал. В это время Сайлент напиливает мага на шейкере. И перемещаемся плавно на нижний лайн. Сайлент в роли Керри у нас на Эмбер Спирит. И Дизраптор от Олбейсмана Флая занимается лесными приключениями. Ну и маг, соответственно, на нижнем лайне стоит в Соло. Соло стоит на шейкере. Стоять ему против Сайлента и стоять ему неприятно против Сайлента на ранних лвлах. Еще раз повторюсь, Эмбер Спирит очень неприятный парень. Благодаря Флэйм Гварду просто зацепить через чины шейкера. У шейкера небольшое количество хп изначального. Да и потом не бывает много хп у шейкера. А вот шейкеру, естественно, очень больно будет на ранних лвлах. Ну и вроде как напрягают по всем лайнам игроки команды Вега своих оппонентов. Тут и СФу достается. И Йоку терпит. Но при этом Эмпайр свое-то выфармливает. Они отдали ФБ, но при этом 300, даже 600 голды имеют в плюсе. И по экспириенсу тысячу с чем-то тоже в пользу. Команда Эмпайр. Соло выходит у нас на Йоку. За Т2. Сейчас Найтмэр, потом Брейнсап. Соло тут не должен сплоховать. В принципе, все элементарно. И Йоку, Чарджер Даркнесс есть. Соло забирает второй фраг для команды Вега. Нагло, агрессивно за Тауэр зашел. И, кстати, Тауэр сейчас Соло-то еще у нас и распилит. Соло просто все хп практически сливает здесь. Отъедаться, отпиваться Соло нечем. Поэтому, скорее всего, отсюда улетит. Но должен. Так, СФ. Это время у нас Лину разбирает на миде. Алоха Дэнс напиливает магу. Сюрикен пошел в спину магу. И маг отваливается. Даблкил от резолюшена. 2-2 становится счет. То есть здесь резолюшен по деньжатам-то поднялся. Причем поднялся ощутимо. 810 голды зарабатывает команда Эмпайр. Из них 500 капает СФ. У СФ уже есть. Рингу Факвила для резолюшена. Есть тапок. И появляется Глобс оф Хейст. Скорее всего, ПТ. Не думаю, что здесь какой-то мидас мы увидим от резолюшена. Хотя, почему бы и нет. В принципе, если ранние деньги появляются. Достаточно такие крупненькие. То очень часто профессиональные игроки собираются у нас через мидас. Есть деньги. Сделай так, чтобы приносило это еще больше денег. Нормальная, здоровая, в принципе, схема раскачки. Полторы тысячи по голде команда Эмпайр. По экспириенсу две тысячи тоже в пользу Эмперии. Триплаут, команда Эмпайр. Внизу собралась спиритбрейкер. Смещается у нас со сложной линией. На сложной в это время Алоха Дэнс. Кстати, под вардом бегает. Ну что, побежал Йоку на мага. Мага есть тотем. У мага есть Фессура. И сразу же ТП на подсейв. Сема Заслеер сюда. Возвращает у нас мага. Мага просто сжигает. Сайлент. Ну и Сема Заслеер очень плотно настрелял по флаю. Флай на лоу ХП. Сайлент. У него есть флейнгвард. Поэтому и Виверн здесь может огрести. Минус 2 делает команда Эмпайр. Просто на ровном месте. Курьер здесь. И летит он к Соло. Я думал, там Курьера. Может Эмпайр еще забрать. Нет, пока что не забрали. И Сайлент на лоу ХП. Сайленту лучше отсюда валить. Маг его видит. И если закроет, то у Сайлента будут рады. Но уже смещается сюда Резолюшн. Резолюшн заходит в спину. В принципе, двум саппортам. Маг на лоу ХП. Два койла у нас очень точные. Вот Резолюшн. Удар. Еще один по магу. Соло привязали. 5-3 счет на данный момент. И 6-3. Все неприятно для команды Вега Сквадрон. Забрали игроки Вега... Кого у нас забрали? Забрали у нас Флая. Одного несчастного саппорта. Но при этом потеряли троих в этом бою. Эмпайр дерутся поагрессивнее. Эмпайр, видно, что по карте перемещаются поинтересней. Но это и результаты не может свои не дать. Эмпайр ведут по голде более двух. По экспириенсу тоже более двух в пользу Империи. Алоха Дэнс. Остался у нас пока постоять на сложной. Пока Йоку у нас в разъездах. Йоку вообще на мидлейн отправился. Будет 6-й левел себе зарабатывать. Резолюшн в это время на спауны нейтралов отправляется. У него уже готовый хедреск. Уже готов баклер. Полетели в курьере. И остается только деньги на рецепт Мекки. Алоха Дэнсу в спину выходит сейчас. Сема Зе Слеер. Просветка пошла по Алоха Дэнсу. ФН вряд ли у нас отпустит Баунти Хантера. Но Сема Зе Слеер забрал этот фраг. Сема забирает этот фраг. ФН у фраг не достался. С другой стороны, ФН и так. Фармить неплохо. Фраг, не фраг. Я больше крипов лучше поубиваю. В принципе, все наверстаю упущенное. Давайте посмотрим на Нетворс. Первое место для Резолюшн. Ну, это сторона Реддент. Не будем забывать. У СФ. Мид немножко пропушился. Я отхожу в лес. В лесу крипы закончились. Я возвращаюсь на мид. Фармлю мид. Для стороны Реддент это прям-таки великолепная вообще позиция. Позиция такая, как Мид Лейнти. Более для СФ, который просто через 2-3 кайла забирает любое количество спаун. А с изменением у нас глиняных големов, теперь он может забирать все абсолютно спауны в лесу. Так что СФ тут просто на раздолье. И совсем немного денег остается Резолюшн до Мекки. Я вообще лично противник Мекки на СФ. Ну, а с какой стороны противник? Я понимаю прекрасно. Пользу от Мекки, она неоспорима ни в коем случае. СФ раньше всех ее собирает. Мне просто нравятся СФы, которые в демедж у нас идут. Причем ранний демедж, которые с руки наваливают уже и отхиливаются. И отхиливаются благодаря тем же Доминаторам. Просто такие Рэмбл своеобразные, мне нравятся в роли СФов. А СФы с Мекками, СФы с Юулами. Ну, это, конечно, хорошо и полезно, но не так ярко, как СФ ДДшник. Причем ДДшник до мозга костей, от начала и до самого конца. Ну, это уже такое, это мои личные пунктики. Прошу меня извинить. Пошел замес у нас в лесу команды Вега. ФНа ловят, ФНа привязывают, ФНа отправляют в колонбрейс. Ну и ФН, неужели выживет в этом фатте? Доппельгангер еще не скоро. И Сайлент ловит у нас Лайтстрайкера и, скорее всего, Сайлента здесь. Заберут Мека от Резолюшн. А вот и Мека, выкуси, комментатор. Вот она Мека, ранее на СФе. А сейчас бы Сайлента, например, и забрали бы. Ну, Лину только забрали игроки команды Эмпайр. Потеряли уже двоих. Соло дальше за Сайлентом. Ой, Сайлент, бедняжка. Как же много дэмэджа. В спину заливают у нас Сайлент. Резолюшн отсюда не уходит. Резолюшн тоже остается у нас в этом фате. Ну и Резолюшна, скорее всего, заберут. Через тотемы, через всю перть абсолютно, которая есть у команды Вега Складрон. Резолюшна доковыряют. Ну и на 10-й минуте по ее окончанию команда Эмпайр начинает уступать своим оппонентам. 2 300 по голде, 2 800 по экспириенсу. Вега Складрон вырываются, я думаю, вперед. Надо просто дождаться обновления графиков. Эмпайр сделали поворот не туда. Файт на топ-лейне для них критичным стал на данный момент. И в принципе, в принципе, уже должны по голде в скором времени начать проигрывать. Как резво так трипла игроков команды Эмпайр. Вырвалась у нас в сторону Ноуана, но вовремя, вовремя отдумались. На 10-й минуте по тавр лезть у Алоха Дэнс 600 хп. У Йоку 1000 это хорошо, у Сайлента 1000, ну тоже неплохо. В принципе, у Сайлента уже есть барабаны. А что там у Йоку? Откуда столько хп? Просто, просто так, между прочим. Спирит Брейкер сам у нас, сам по себе ходячий хп. Вообще, давайте по артефактам пробежимся. У СФ А420 на руках, ПТ Мека, Рингу Факвила и Боттл для Резолюшна тоже есть. У Эмбер Спирита мы видели Фейзи и Барабаны. Тоже такие промежуточные артефакты, ну в частности Барабаны. Ну, хп добавляет, 1000 хп для Эмбер Спирита уже просто так за бесплатно сливаться не должен. Ну и со стороны команды Вега Сквадрон, кто нас больше всех интересует. Конечно же, ФН на Фантом Ланцере уже есть Рингу Факвила. Уже есть готовая Яша для ФНа. В Курьере летит ему. Ну и по мелочи ПТшка и всякая ерунда, всякая шелуха не самая, в принципе, важная у нас в середине игры. Что, поймали Резолюшна? Резолюшн через Финс Грипп. Половину хп потерял, Мека пошла от команды Импайр. Ой, на лоу хп, на лоу хп, на лоу хп, соло, Незер Страйк от Йоку. Сбилили у нас Лину в это время и дальше за соло Йоку. Через секунду будет Чарджа в Даркнесс. Скорее всего, соло здесь заберут. Да, соло должны разваливать, причем это делает Сайлент. Нет, Баунти Хантер, ох ты крыска, а. Забрал у нас Баунти Хантер этот фраг. Выход на Мага. Маг старается подстопить всех, у Мага огромнейшие проблемы. Команда Импайр просто делает минус 4 в этом файте, битые 3 из 5 героев команды Импайр. Но это уже не проблема. Фэн в это время пилит крипов в лесу, а Импайр просто забирают Тауэр на мидлейне. Или хотя бы пытаются это сделать. Но Вега должна дефать, в общем-то Импайр у нас битый. Импайр потратили много скиллов. Незерстрайка у Спирит Брейкера нет. Хотя так посмотрите на скиллы-то. Разве что Статик Шторма и Незерстрайка у Спирит Брейкера нет. Резолюшн 11-го левела, Requiem of Soul есть. Поэтому СФ у нас уже боевым становится. Даже несмотря на то, что артефактов на дэмэдж в принципе-то и нет. Соло выходит у нас на Резолюшна. Поймали Резолюшна. Ой, он проснется и так неприятно ему будет по пробуждении. Просто распилили пополам Резолюшна и по кускам отправили под фонтан. 690 голды зарабатывает Вега с квадрона и 798 по экспириенсу тоже в пользу команды Вега. Но это так, это небольшая часть от того, что Вега проигрывали. Пока что далековато им до нулевых показателей. 11-9 счет. В принципе, СФ по-прежнему первый у нас по Нетворцу. На втором месте ФН. ФН сформит в принципе в одиночестве. Его оставили в покое. Тот ФБ, который он сделал, это единственный момент, когда ФН у нас в файте нормальном участвовал. У Сайлента почти 2000 на руках. Эмбер Спирит, то самое время задуматься о Баттл Фьюри. Более чем полезная штукенция. Да, уже появляется Персик у нас для Сайлента. Баттл Фьюри. Если не сильно будут напрягать, то я думаю, что Баттл Фьюри где-то минутик... Ну, 17... Не 17-й. Выдумал уже, но минутик 20-й должен появиться. Если опять же не будут напрягать сильно. Если будут напрягать, то что ж... По ситуации. В любой непонятной ситуации действуй по ситуации. Тембер Спирит тут вот... Ясен пить, что надо как можно раньше выформить артефакты. Но это... Это я тут просто в роли Кэпа. 3000 голды Эмпайр. И по экспириенсу 1000 тоже в пользу команды Империя. Ой, там гонят Ноуана. Ноуана Хасия бежит от Спирит Брейкера. И Спирит Брейкера будут ловить Йоку у нас. Сейчас фул рассказ. Если от Ноуана получит, то Йоку у нас отъедет. Соло на ЛОХП. Отправляет себя в Найтмэр. Заденайлся Соло. В Алоха Дэнса запилил лагуну Блейд Ноуан. Ну и... Вот он Резолюшн. Ходячая аптечка. И ФН. Статик Шторм у нас... Назад, назад, назад. Назад. Глимсует у нас ФН. ФН. Через Доппергангер все это и уэдит. Йоку у нас стреливают прямо-таки за Тауэром. Но Алоха Дэнс просто раздает Сюрикены не в тех людей, как мне кажется. На лоу ХПшных как-то плевать Алоха Дэнсу. А вот фулловым постоянно раздает Сюрикены. Ну, по кому мог, по тому и дал. Скажите спасибо, что... И так скажите спасибо, что Сюрикены запиливают по КД. Минус 3 делает команда Эмпайр. Теряют только Дезраптора. При этом забирают Виверну, при этом забирают у нас Бейнан. Ну, точнее, заставляют его задынаиться. И Лину тоже запилили. Еще и Т2 для команды Эмпайр. Это безусловный плюс. По голоде Империя должна выйти далеко вперед. Ну, давайте так. Давайте сравним приблизительно матчи Эмпайр против Вега вчерашний и матч сегодняшний. Эмпайр все время идет в плюсе. Эмпайр... Вы видите графики. Эмпайр не опускается ниже нулевого показателя. Вчера же команда Вега у нас опрокидывала Эмпайр неоднократно. И к середине игры постоянно наращивала свое преимущество. И до того момента наращивала, что нечего в принципе было делать. Не знаю, Йоку в этом виноват. Ну, не Йоку, точнее. Ситуация с Йоку так на все это влияет. Либо же Вега у нас может в принципе и на усталости. Не будем забывать, что Вега только что закончила матч против команды Virtus.pro. И пришлось сыграть все три игры. Игры были сложными. И первую игру они выиграли, а две следующие проиграли. Вега безусловно и на дизмораль у нас по идее должна быть. Ну и просто распиливают у нас Бейна. Распиливают Винтерн Виверн. 16 минут. Счет 16-10. Эмпайр уже за пятерку переваливает по преимуществу в золоте. Нормально так. Решили не скромничать. Оправдать возложенные на них ожидания. Напомню еще раз. Эмпайр безусловным фаворитом является в этой игре. В этом турнире точнее. Virtus.pro мощная команда. Они точно так же как Эмпайр. Прямым инвайтом попали на The International. Но Эмпайр в последнее время с показателями получше. Чем команда Virtus.pro. Поэтому Эмпайр больше предпочтений отдаёт. Ну и посмотрите на Сайлент. Он просто разваливает FN. Просто сюда иди. Остановил FN. Дна бросила на него чайны. И No.1 пытается у нас улететь. И последний койл от SF. Вообще просто лоу хп такой дикий No.1 оставляет. Но No.1 отсюда сваливает. Ну нашли кому ответить игроки команды Vega Squadron. Распилили Алоха Дэнса. Семнадцать-двенадцать. Эмпайр почти семь по голде. Три тысячи по экспириенсу. Ну и давайте пробежимся по вещам у Phantom Lancer. Уже готов Manta Style. FN у нас пошёл в статы. Статы, иллюзии. Вся эта ерунда как раз под... В принципе как раз под того же Ember Spirit. Ember Spirit у нас в лейте будет летать бесконечно. По всем этим иллюзиям. Кстати Сайлент. Посмотрите. Восемнадцать минут. И у него готов Battle Fury. Это не может не радовать всех болельщиков команды Empire. У Сайлента открываются потрясающие горизонты. С таким ранним БФом. Плюс барабаны. Плюс фейсбуцы. Дэмэджа у Ember Spirit много. Эмбер теперь никого вообще может не бояться. Фарм будет лицарикой. А там ещё Battle Fury. А там Daedalus. А потом опять Battle Fury. А потом опять Daedalus. Недавно видел картинку. Как видят магазин все игроки. И как магазин видит у нас Ember Spirit. И там половина магазина Battle Fury завалена. Вторая половина завалена у нас Daedalus. No One. Попадает в Static Storm. На выходе No One. Ожидают неприятности. Здесь Resolution встречает его в лицо. Соло. Брейнсап у нас от Resolution. И Соло не может даже себя в Nightmare отправить. Мак. Эхо-слэм по Resolution. Ну здесь просто закрывает у нас Kinetic Field Dome. На Лоха Пеллова Суна Флай. Сёма Зе Слеер в Колден Брейсе стоит. Да здесь и без физического дэмэджа есть чем расковыривать. Опять Алоха Дэнс у нас отправился в таверну. Но команда Empire за это забрала 4 игроков команды Vega Squadron. И побежал у нас прямо-таки на FN Йоку. Через доппельгангер FN понял, что и ему здесь не сдобровать. Empire 2500 в этом файте выиграла по голде. И по Экспириенсу, по-моему, за 3 перевалил показатель. Ну и уже почти десятка для Империи по голде. Преимущество по Экспириенсу меньше. По Экспириенсу более 5000. На Resolution полетели. Resolution ждёт все. Соло прилетел чуть-чуть пораньше. Усыпи у нас Resolution. Подняли его. У Сефа нет БКБ. По идее Сефа должны здесь разваливать. Ну, он, конечно, в Соло. Resolution расковыривает. Лина уже имеет второй Laguna Blade. Это верная смерть для любого героя, у которого нет БКБ. А в скором времени... Нет, в скором времени, конечно, это не будет смертью для того, у кого есть БКБ. Проблема. Отсутствие БКБ, которое касается Лину. Это не выйдет в Laguna Blade ни в коем случае. Это после EUL'а не попадать в Light Strucker. Вот чего, вот чего стоит избегать этой БКБшкой. Laguna, само собой, но от одной Laguna фловые герои, тем более кор-герои, не умирают. Соло у нас опять на лоу хп. Ну и Сайлент уже просто идёт и... Идёт и разваливает всё, что видит впереди. Ну, в Rainbow превращается у нас Сайлент. Одного, второго маг. Трипл килл от Сайлента. И маг на закуску достаётся у нас Эмбер Спириту. Уже 2.400 на руках у Сайлента. У него есть Battle Fury. Сейчас будет, наверное, второй или Daedalus. Да вообще без разницы. А Плацдарм вообще для старта у Сайлента потрясающий. Денег ему привалило. На Экспириенса тоже привалило. 3 тысячи по голде. Эмпайр выигрывает в этом файте. 4.300 по Экспириенса тоже для команды Империи. Ну, давайте портефактом пробежимся. У СФ готов Сенжиньяша. Рецепт на БКБ купил себе Resolution. С надеждой на будущее, как я понимаю. Нет, есть уже Огр Клаб в Курьере для Resolution. И под денежком. У него ещё 900 голды. Чуть-чуть меньше даже. 800 голды для СФа. И будет готов БКБ. Потому как-то обидно. Ты фармишь, фармишь. А потом Лина тебя просто за Юл и фулл-раскаст разбирает. И там Лине 2-3 секунды на всё это надо. По приземлению из Юла и Resolution без БКБ не жилец. Ноуана возвращает у нас назад. Поднимает себя в Юл. Лина не успел вовремя это сделать. Ноуан в итоге у нас вернулся в статик Шторм. И Баунти Хантер забирает Лину. Погонёт магу. У мага до сих пор нет даггера. Зацепить маг не может всех. Ворваться в толпу и эхо-слэм нормальный дать. Маг, конечно, страдает. От отсутствия даггера. Сайлент разорвал мага пополам. Дальше за всём и за слейером. Ещё один килл. От команды Empire опять минус 4. Как ни посмотрю, всё время 4 в один размер. Но умирает то у нас Always One of Light, то у нас умирает Aloha Dance. Причём Aloha Dance почаще как-то. 29-16. 14 тысяч голда Empire. И 10 тысяч по экспириенции тоже в пользу Империи. Давайте по вещам пробежимся. Модный приговор. Ни одного выпуска сегодня не сделали. Манта Стайл есть у ФНа. 2900 на руках. Есть Мордип Маск. В это время Empire, кстати, пилит хайграунд. Это же команда Vega Squadron. Здесь есть катапульта. Здесь есть крипы. И сделать, собственно, команда Empire может всё, что хочет с этим лайном. Было бы желание. Всё, Silent просто уходит у нас на лоу-граунд. Развалили рейнжевой барак. Линия в любом случае будет пушиться. Нет, Empire далеко у нас не отходит. У Silent есть возможность теперь через фисты дамажить. У Silent уже готов ещё один Battle Fury. Я 20 с копейками минут давал ему на 1 БФ, а у него второй БФ появляется на 23-й минуте. Silent просто будет издеваться над командой Vega Squadron. Он, я понимаю, ну, файт уже на хайграунде. Я думаю, что это один из финальных файтов. Empire выигрывает слишком много по голде. У команды Vega есть герои, которыми можно закомбетчить, но у коллектива Empire есть те, кто не даст это сделать. В частности, Ember Spirit. Ember Spirit перефармин просто до жути. Ему надо несколько важных артефактов, таких как Battle Fury, таких как Daedalus, может, ещё один Battle Fury. И уже большинство из этих артефактов необходимых Ember Spirit есть. Ну что, не выдержали нервишки команды Vega Squadron. На 23-й минуте, точнее 24-й минуте, пишут GGVP. Йоку в этом, собственно, причиной тому стал, что Empire так плотно играет. Или всё-таки дизмораль команды Vega Squadron. Вчерашний матч проигранный Empire. Не сказать бы, что проигран, потому что Empire сильно тупили. Нет, ничего такого. Empire хорошо играли, Vega играли просто лучше. А здесь я смотрю, и Empire, как минимум, данным пиком казались на голову выше, чем команда Vega Squadron. Потому что каждый файт заканчивался с преимуществом, ну, чуть ли не в 3 килла. Посмотрим, разберёмся. В следующем матче, который будет через 2-3 минуты, попытаемся проанализировать, что же мы с вами наблюдали. Напомню ещё раз, это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Всё это при поддержке Team Empire. Не переключайтесь, далеко не уходите. Через, я думаю, минуты через 4-5 начинаем второй матч между Team Empire и командой Vega Squadron в финал лузеров. И Vega сейчас находится в одном шаге от вылета и остановки на третьей позиции. А Empire у нас в одном шаге от выхода в гранд-финал. Всё, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok